Добрый день, уважаемые поклонники ралли-рейдов! Добрый день, фанаты команды Камазмастер! Приветствую вас из столицы Перу, Лимы, где завтра, 6 января, стартует долгожданный 40-й по счету юбилейный ралли-марафон Дакар. Лима, город королей, столица Перу. Отсюда из центра испанской колонизации Южной Америки в средние века вывезено огромное несметное количество золота и серебра. А сегодня сюда за золотом, серебром и бронзой Дакара приехали представители 54 стран, 190 мотоциклистов и квадроциклистов, 109 автомобилей и 42 спортивных грузовика. Та категория, которая нас интересует больше всего. Вот эти люди будут бороться на экстремальной гонке, на экстремальном маршруте. Но напомню, старт гонки состоится завтра, а сегодня здесь на военной авиабазе Лас Пальмас мы проходим технические и административные проверки. Впервые гонка пришла сюда в 2012 году. Здесь был финиш гонки Дакар. И в 2013 году из Лимы был старт. Вспомнить этот год вы можете посмотреть вот это вот видео. Ну а в этом году мы участвуем, КамАЗ Мастер участвует в ралли Дакар четырьмя экипажами. Пилоты Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников, Айрат Мардеев и Антон Шибалов. Всем привет! Настроение бодрое. Наконец-то начинается Дакар. Сегодня первый день. Административные технические проверки. Можно сказать, с сегодняшнего дня стартует юбилейный 40-й Дакар. Очень важное событие для всех участников. И все к этому готовились. Будет, думаю, серьезная битва во всех категориях. Мы ждем завтрашний день уже быстрее, быстро. Действительно, уже, наверное, все с интерпретом начало. Но надеемся на интересную гонку. Действительно, тем более, это 40-е юбиление Дакар. Но этим и интересно. Эта гонка обещает быть самой сложной во всей истории Дакара. И слов организатора, такие участки, особенно в Перу, где протяженность Дюн будет самой длинной во всей истории Дакара. Поэтому сложность будет приносить как непредсказуемость, так и уравняет многие шансы. Наверное, у всех участников. Поэтому шансы будут у всех. И все хватит для борьбы. У тебя немножко другие условия, чем у пилотов других команды КамАЗ-Мастер. У тебя новый двигатель. Наверное, повышенное внимание у тех, кто проверяет сейчас твою машину. Да, на самом деле так. И стараемся тоже подойти более внимательно. Потому что здесь одни ребята смотрят. В Гаври были другие. Поэтому нужно внимательно следить за ними, чтобы они с чего-то лишнего нам не сделали. Машины отличаются. И я думаю, могут сделать что-то по-другому. Ну что, КамАЗ интересен? Интересно! Настроение великолепное. Готовы к старту. В очередной раз мы приехали в Перу для нашего экипажа. Я думаю, это более интересный будет старт. Потому что, если вспомнить Дакар 2013 года, для нас он был победным Дакаром. И, конечно же, хочется повторить наш результат. Вот будем стараться, будем делать все возможное, чтобы, конечно, добиться хорошего результата. Ну и то, что 5 лет не были в Перу, это тоже интересно. Интересно, что первый день гонки сразу начинается с песков. Это тоже необычно. Пролог нам предстоит проехать 31 километр именно по дюнам. Это тоже интригующе. Потому что не все участники настроены на пески с первых дней. С первых дней вот эта сложность. Но, тем не менее, мы готовы. Вот оно наступило, это день, когда мы все находились в ожидании. Увально через несколько часов начнется старт Дакара. Далее готовились. И, конечно же, очень рады будем принять роковой юбилейный. Думаю, что организаторы задумали интересный большой, какие-то инвестиционные нововведения. Видим, как хорошо подготовились соперники. Мы все ждем первого боя. Сегодня ваш день рождения соответствует атмосферу праздника тому, что у вас на душе. Да, конечно. Я очень рад, что за много-много лет на день рождения проходят во время Дакара. Наверное, это символическое совпадение. Я бы рад, чтобы это продолжалось в моей жизни как можно дольше. Поздравляем! Поздравляем! Горей! Ну что ж, впереди у нас две недели интереснейших спортивных приключений и острой борьбы. Дакар-2017 пройдет по территории трех стран – Перу, Боливии и Аргентины. В Перу участники гонки проведут пять дней, затем их ждут участки в Боливии с днем отдыха 12 января в Ла-Пасе. А завершится ралли-рейд 20 января в Аргентинской Кордобе. Традиционный маршрут гонки будет включать в себя марафонский этап, а у мотоциклистов их будет даже два. Между Ла-Пасом и Туписой – это седьмой и восьмой этапы. Участникам всех категорий придется обойтись без технической помощи. И все возможные поломки в ночь на 14 января экипажам придется устранять своими силами без помощи механиков. Но будем надеяться, что никаких поломок у российских участников не будет. Вперед, КАМАЗ! Болеем за наших! Привет, КАМАЗ! Давай-давай! Перу, Россия! Франшн! Более!